Вот ты иногда меня спрашиваешь Макси, откуда ты берёшь все свои игры? Ты что их покупаешь? А я тебе отвечаю Ходячий ты мой дружок Н***на так геморроится Если в группе Whatafacase Можно преспокойно захапать их совершенно бесплатно GTA, PUBG или новенький Gridfall Просто пиши боту Бот, дай ключ И забирай свой лицензионный ключ на халяву А с подпиской на это чудо Ты будешь каждый час получать ключ от новенькой игры Так что давай, не упусти момент Ссылка на Whatafacase есть в описании Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Новая свежевыжатая графика The Walking Dead Definitive Series Покоряет своей индивидуальностью Некогда былой Frankenstein Коллекшн-версия от Telltale Казалась вполне себе неплохим апгрейдом визуала Где персонажи буквально слепли от отличнейшей графики Меломаны кайфовали от замены всей музыки На разносторонний саундтрек третьего сезона А пока бояре с радостью проходили игру на Ютабе Потому что кормить таким шедевром Тейлы могли только консольщиков Но правила игры меняются И коллекшн не могли потреблять даже консольщики Из-за чего те не заносили деньги После банкротства Telltale Skybound сразу просекли фишку И стали дорабатывать коллекшн во всем Начиная от дыр между сценами И заканчивая прикруткой фильтра четвертого сезона Который на секундочку Создавался только для четвертого сезона Но Sky сотворили истинное чудо Прежний запах коллекшна исчез И на наших глазах появился действительно неплохой апгрейд От предыдущего апгрейда Разработчики постарались на славу Первый сезон игры в новой оболочке Источает атмосферой Которые должны наделяться подобные жанры Усиление теней Компенсация их уменьшенной сочностью Немного повышенной яркостью И добавлением холодных оттенков Делает из старых ходячих нечто безысходное Играть с таким фильтром намного интереснее Чем с его выключенным аналогом Который напоминает мультик с надутыми персонажами Все цвета сочные Контрастности нет Яркости тоже Атмосфера сразу падает По сравнению с предыдущим фильтром Это не то, как должны выглядеть ходячие Теперь я действительно понимаю Почему креативный директор Считает новую графику шедевром А что если я скажу Нет А что если мы включим второй сезон И увидим сплошное чёрное пятно За которым скрываются Сверкающие лица героев А что если мы перейдём в третий сезон В котором Skybound зачем-то Добавили синий фильтр Без возможности его снять Серьёзно? Зачем третьему сезону Этот вырвиглазный тон Когда оригинал смотрится Намного лучше в тёплых цветах А что если мы включим Мишон? Хотя стоп Тутёк Признаю На первом сезоне Новая графика смотрится Ну очень неплохо И атмосферно Как и на Мишон Финал без вопросов Это его личный визуал Всё остальное Кромешный фейспалм О котором вы узнаете В этом ролике Как и о приятных моментах Смешных багах И впрочем Не скажу что ещё Смотрите до конца А то иначе не интересно будет Пасхалка Это же незнакомец Нет, Скайбаунд Это баян За который я ругал Коллекшн Версию Два года назад Потому что Ленивые Тейлы Хотели сделать Отсылку А получилось Размножение незнакомцев По абсолютно Каждой машине Скайбаунд же Решили что Всё ок Оставим Как есть Первый плюс Окончательного Издания Это не графика О ней я уже Рассказал Какая минус охране А Оптимизация И да Я буду противоречить Себе Если скажу Что на моём ПК Просаживается ФПС Но это не считается Для меня минусом Потому что Ниже 37 кадров Лично у меня Дроп Не был Плюс Оптимизация Здесь в том Что все сезоны Напрочь Перестали лагать Глючить И тормозить Самый проблемный По лагам Оригинальный Второй сезон Фризил И тормозил Каждую секунду На загруженных Сценах Хотя ПК Тянул Четвёртый сезон На максимуме Без проседаний Из-за постоянных Глюков Я не мог Нормально записать Геймплей И слава Скайам Что они Устранили Этот косяк Пусть лучше У меня будут Проседания Но без Секундных Гормашками Отсюда Вытекает Второй плюс Который Я заметил Кто помнит Первый сезон Да и коллекшн Версия Имели Разрывы Анимаций Например В сцене Где Клем Говорит Происходит Резкий Скачок Положения Её головы И так Во многих Сценах Раньше Это особо Не мешало И выглядело Даже как-то Атмосферно В Definitive Series Такие разрывы Исправили И приятно Что Skybound Не просто Добавили Новый графон А действительно Постарались В деталях Доработать Старый Добрый Первый Сезон И вывести Его На новый Уровень По восприятию Анимация Это третий Плюс Нового Сборника Лицевые Анимации Были Улучшены Как окружение Вместе С движениями Персонажей Маленькой Радостью Было То Что Ли Наконец-то Дали Возможность Ходить В два раза Быстрые Зажатым Шифтом Прямо Как Во втором Сезоне Детализация И окружение Четвертый Плюс Дефинитив По сравнению С прошлым Апгрейдом Локации Оснастили Дополнительными Деревьями Листьями Лучами Полигонами Все это Придает Первому Сезону Особую Атмосферу Благодаря Которой Выключать Игру Не хочется Вы Наверное Уже Заметили Что Все Плюсы Затрагивают Только Первый Сезон Вот Вам Его Минус Графон Четвертого Сезона Затемняет И так Затемненного Ли Что Оправдывается Комиксным Стилем И для Игры Смотрится Ужасно И Эта Проблема Выявляется Только На Освещенном Открытом Пространстве Посмотрите Какой Черный Ад Творится Во Втором Сезоне Неужели Вы думаете Почему Лица Героев Во втором Сезоне Буквально Светятся А потому Что Черный Графичный Стиль Необходимо Компенсировать Повышенной Яркостью Чтобы Мы Хоть Что То Увидели В Светлое Время Суток Ночью Уже Графика Выглядит Прекрасно Спасибо Скайбаунд За Такой Тонкий Компромисс Не могу Не упомянуть Субтитры Они Претерпели Значительные Изменения Во-первых Заменили Оригинальные Шрифты На шрифты Финального Сезона Поначалу Непривычно Читать Но со Временем Приспосабливаешься Во-вторых Если Персонаж Говорит С вами Во время Решений То Субтитры Автоматически Переносятся В верхнюю Часть Экрана Позволяя Вам Дочитать И понять Что сказал Герой Отличная Фича Но иногда Бывает Что сабы Скачат Сами по Себе И без Выборов Но мы До этого Еще доберемся В-третьих Кроме Того Что вы Можете Хорошенько Поржать С перевода Больше Положительных Моментов Здесь Нет Приготовьте Свои Фейспалмы Минус Перевод Если В четвертом Сезоне Стеклянные Банки Перевели Как Сумку С кирпичами То во Втором Сезоне Даже Банальный Стартовый Экран Не Перевели В первом Сезоне Вместо Вы Побили Кенни Нам Говорят Вы Постучали В Кенни Ладно Отбросим Это Отбросим Непереведенное Меню Второго Сезона И корявый Перевод Возвращаемся В главное Меню И вдруг Хотим Посмотреть Комментарии Разработчиков Как делали Игру И что Там О чем Было Включаем И видим Английские Субтитры При включенном Русском Языке Как Такое Возможно Они Тупо Пропустили Речь Через Робота Субтитров Который Все Сделал За Них За Что Скайбаунд Просит С русского Комьюнити 3К Рублей Если Даже Банальные Диалоги Второго Сезона Не Переведены Окей Если Вы Думаете Что Я Слишком Преувеличиваю То Давайте Взглянем На Третий Сезон И Увидим Чем На Самом Деле Занимались Скайбаунд Вместо Того Чтобы Создавать Играбельный Продукт Продолжение следует... Вместо Того Чтобы Убрать Этот Вырвиглазный Синеголубой Фильтр Они Изменяли Мальчика На Девочку Был Лысый Пацан И Нет Лысого Пацана Чем Занимался Скайбаунд С третьим Сезоном Это Просто Рука Лицо Понимаете У меня Горит Не потому Что Я Какой То Хейтер Нет Перед Тем Как Проанализировать Игру Я Представляю Себя В роли Обычного Покупателя Которому Нравится ТВД Но ему Совершенно По барабану Что существуют Какие-то Телтейлы Или Скайбаунды Он Хочет Вспомнить Былое В новой Графике И оценить Продукт Сначала Ему Не нравится Фильтр Четвертого Сезона Потом Он Привыкает Далее Он Видит Невидимые Машины И пару Багов Окей С кем Не бывает Первый Сезон В новой Графике Отлично А потом Он Включает Второй Сезон И Понеслась Темные Открытые Локации Мыльные Текстуры Которые Хорошо Было Обновить Скайбаун Для Ремастера Неприведенные Диалоги Завал Пафоновой Музыки Которая Играет На Полную Громкость С Большим Трудом Он Заканчивает Второй Сезон С Таким же Трудом Он Запускает Третий И ловит Дикую Нагрузку На Глаза Которым Вреден Синий Фильтр Отменить Его Нельзя Везде Все Темное И Мрачное Мало Того Что Третий Сезон Сам По Себе Пресный Так Еще И Желание Проходить Его Дальше Отпадает Но Наш Герой Идет Напролом Дойдя До Четвертого Эпизода Он Обнаруживает Двойную Смену Пола Мужских Персонажей И Скачущие Тени После Чего Нашего Покупателя Отпевают Окончательный Сборник Спасает Лишь Удачная Графическая Оболочка Первого Сезона И Дополнительный Контент Которого Тут Навалом Это Более 140 Годнейших Саундтреков В высочайшем Качестве Из Каждого Сезона Ранние Арты Которые Кстати Не совсем Ранние Некоторые Части Тут Нет Например Того Как Клем Отправилась В Дельту На Машине Что Скайбаунд Скрываете Что-то От Нас Но Зато Есть Белый Луис И Клементина Джокер Кстати Смотрите Кнопки Съехали Про Комментарии Разработчиков Я Промолчу Потому Что Сами Знаете Почему Но Глянув Глазком Отрывок Из четвертого Сезона Понял Что Это Просто Геймплей Одного Эпизода Каждого Сезона Под Комментарии Креативного Директора С бумажки Причем Абсолютно Каждый Комментатор Вдруг Топит За любовную Линию С Вайлет Что Конечно Не Совпадение А Обоюдное Решение Все Мы Все Понимаем Я Не знаю Я Я Смотрю С Потому Фандом Любит Мы С Жен IR Не We We You're gorgeous Oh My ах ожд She's Mine She's Mine Oh Louis That Is Tongeless Louis Yeah Will We Just Some Behind The з Weird Present That That Is The Funniest And Saddest Thing The entire game is to tell Lewis a joke And he's just like Sorry can't make a joke in return No tongue Here we go Gotta save my girlfriend There she is Is she your girlfriend in this? I think she might be We're about to find out if they touch their hands together romantically This right here is proof of love Only people who love each other Do that hand thing Yes Bольше всего в Definitive Series Мне нравится просмотр персонажей Ты можешь выбрать абсолютно любой сезон И какого угодно тебе персонажа Для разговорчивых персонажей Помимо анимации и одежды Доступны интересные линии диалогов Skybound даже умудрились засунуть сюда Пасхалку на Grady Standard Одного из программистов игры Happy Thursday Grady Standard Happy Thursday Наездника Рози Стреляющего с плеч живого Ли Эдди пародирующий Пахома У Уайта Под веселяющими веществами Ну и Это Видимо побежала за деревянной ногой Кхм Кстати во втором сезоне Дефолтную куклу Барби Заменили диско-брокколи Круто же Моя часть дешборта Стреляющего сезона Стреляющего сезона Стреляющего сезона Багов и полностью переработать Визуал второго и третьего сезона Чтобы глаза не текли на некоторых сценах И не получали урон от синеголубого фильтра Я купил эту игру в Epic Games Store За почти 3000 рублей И жалею Примерный потолок Который лично мне комфортен для этой игры 1800 рублей И то большую часть денег Пошло бы на дополнительный контент И отличную графику первого сезона Я просто не понимаю Зачем человеку У которого есть Все сезоны Отдавать 3К За тот же самый сюжет Я бы на месте Skybound Поощрял фанатов У которых есть и коллекшн И купленные лицензии На ПК и консоли Скидкой Чтобы люди не переплачивали А отдавали деньги Только за доп контент Техническое и графическое обновление Все Схема максимально проста И покупателям не будет обидно За баги Неприведенные субтитры Или их отсутствие За необновленные текстуры Во втором сезоне Другими словами Мыло и ужасный Синеголубой фильтр Третьего сезона Уверен я не один такой И буду рад почитать Ваше мнение в комментариях Те кто будут писать Что я тупо засираю игру Нет Я засираю конкретно Skybound За невыполненное обещание И неадекватную ценовую политику Вместо того Чтобы улучшить все сезоны Они улучшили первый И усреднили остальные два Я не говорю Что это прям катастрофа Но это показывает Какие Sky молодцы Заботятся о продукте Продают качественные кепки Клементины за смешную цену И уважают русскоязычных фанатов The Walking Dead Предоставляя первоклассный перевод От Арва и Буряко Напишите Что вы думаете О Definitive Series В целом Купите ли его Или уже купили Какие плюсы Минусы Баги Или приятные моменты Заметили Лично вы Буду рад Почитать Каждого Если конечно Вы не скачали Игру с торрента И вам вдруг понравилась графика Потому что Когда качаешь Что-то бесплатно То и предъявлять Особо некому Потому что Ничего не потерял В скором времени Я проведу стрим Оповещу всех В своей группе ВК за день До его начала Поэтому Не пропускайте новостей Ссылка на группу В описании С вами был Мекси Тейп Спасибо Что досмотрели Первый Самый Объективный Неоднозначный Обзор Definitive Series На русском Ютубе Не забывайте Оставлять внизу Свои комментарии И До следующего Видео Субтитры сделал DimaTorzok